Всем привет, друзья, с вами RetroAlex. Сегодня я хочу сделать обзор по недавно высшей RPG-игре Blood Knights, Кровавый Рыцарь. Давайте начнем новую игру. Немного я уже прошел, попробовал. Так, ячейка третья у меня уже заполнена. Хотелось бы своими впечатлениями поделиться с вами, рассказать про эту игру. Действие игры происходит в фэнтезийном городе, какой-то там Холес, блин, я забыл сейчас, Холес-Арак какой-то, война с вампирами, фэнтезийный вымышленный мир. Пропустим. Мы играем за бойца с двумя мечами. Пока у нас доступно только пару видов ударов и одна комбинация. В заставке я смотреть не буду, просто хотелось бы вообще такой небольшой обзор сделать по игре. Вот он над ним подкалывает, типа, ха-ха, типа, здоровый мужик. Обоссался, как малолетняя телочка. Так он бы куток черепа прошибать, а он что-то там обоссался. Так, ну ладно, давайте. Не люблю я вот этот пиздеж долгий. Мы можем играть вот за этого здорового мужика и за телочку с двумя арбалетами. Но мне, конечно, больше нравятся рукопашные бои. Вот у нас такой прием есть, вихрь называется. Такое мощное добивание. Пока особо ничего такого интересного нет. Горячих клавиш я тут особо не заметил. Вот только меню есть, предметы и умения. Все. На этом меню заканчивается. Вот у нас тут по легкому броня. И пару мечей потертых. Вот, как обычно, покоцанное какое-нибудь говнецо. Для начала. Вот сейчас нам надо выбрать телочку и завалить вот этих вот арбалетчиков. Надо вот в эту бочку попасть, чтобы подорвать ее. Ну, геймплей такой простенький, я так посмотрел. Ничего такого особенного в игре нет. Ничего сверх такого необычного. Тупо бегаем и мочим. Никаких особо таких примочек нет, например, как в Титан Квест или там в Локи, в Диабло. Блин, мне вот эту бочку надо подорвать как-то. Чуть-чуть я в прошлый раз попадал по ней. Наконец-то я попал в эту гребаную бочку, чтобы пароход мне открылся. Вот, но за телочку мне тут не очень нравится играть, больше за мужика. Я люблю в рукопашку. Вот тут тоже вампиры-арбалетчики. Заливаем их стрелами. Ага, ништяк. Опять гребаная заставка какая-то. Мистер Пропер пришел и говорит, сейчас я вам почищу тут. Что-то вы тут напачкали. Ну ладно, короче. С мистером Пропером веселее, в доме чистых в два раза быстрее. Кто нам поможет? Конечно же, мистер Пропер. Да, это я. Сейчас я вам зачищу местность. Сын мой. Давай, бать, пока я пошел рубить. В лесу раздавался топор дровосека, блядь. Бля, как я не люблю вот это вот пиздобольство. За что я не люблю РПГ-игры, это вот это болтовню. Это меня прям выбешивает просто. Выносит мозги. Вот теперь у телочки появилась граната. Да. Суки. Ну куда ты стреляешь-то, блядь? Фу. У меня чуть не кончил. Ага, наверху еще один гандон. Вау. Какие у тебя дыньки, малышка. Так, во. Вот сейчас я оторвусь. Сохранением. Опять эти пидоры. На. Один удар, четыре дырки. Помчались. Сейчас я их вихрем зашибу. Не люблю, когда убивают вампиров. Я люблю, когда вампиры убивают людей. Это намного интереснее. Помню, была одна хорошая игрушка 2003-го года от тройки геймс. Маскарад вампиров Bloodlines. Как жалко, что продолжения так и не будет. Так обидно. Вот это был реально клевый RPG-проект. Воткнули в меня. Не, мужика я возьму. Нафиг, он мне сейчас загасит. Телка нежная, но ее легко убить. Ловите. Хопа. Жалко, конечно, что этот проект закончился. Я бы очень хотел, если вышла третья часть. Очень хотел бы появление третьей части. Игра, конечно, шикарная. Таких игр практически нет. Кроме вот Legacy of Kain и Маскарад вампиров, где можно играть именно за вампира. Из-за того, кто убивает вампиров. Вот. Мне такие игры больше по вкусу. Так, ну вот он, мистер Пропер. Сейчас он будет зачищать с крестом. Так, ну ля-ля-ля-то поля. Поля. Надо отбиваться сейчас от вампиров. Три натиска надо задержать. Чтоб они не достали этого деда. Так, ну ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, блин, я заставку хочу подключить. Так, погнали второй заход. Так, ну надо взять девчушку, чтобы она завалила вот того верхнего козла. Время нарезки. Так, ну ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ну все, последний заход На этом обзор Закончим этой игры Опять, а вот так Не подходи к нему, сука Дай, бладсака Дай Да, к сожалению Обозревать серьезные новые проекты Новинки видеостроя У меня не получается Потому что у меня старый агрегат Двухъядерный процессор GTX 460 GeForce На 1 гигабайт Для современных игр это уже не катит На этом мы закончим наш обзор С вами был Ретро Алекс Всем пока Редактор субтитров А.Семкин